Серебряная пуля, она просто на улице минус 27. На свет, в горах. Так вроде два очка было. У вас уже все приготовили, да? У нас еще даже поварок нет. Филтер это вообще ни о чем. Это же и щита уже, да? Близер кашу, конечно, дороговато. Вот тут еще одна Роснефть есть. Вся поверхность, да, она истоптана. Переночевал в капсуле, вроде дышать ей и было чем. Свет гасится вот так здесь, только сверху тут еще одна. И когда там сосед ворочается, где-то вся конструкция скрипит пластиковой коробкой, считай. Вот он, красавчик, ждет. Ребята, как на таких дорогах масло-то проверять? Тут вообще машина на такую раскоряку стояла, просто жесть. Приехал тут на Снеговую, тут куча магазинов всяких разных запчастей, вообще просто вау. Ну вот, фильтр приобрел за 172 рубля, чтобы машинке дышалось легче. Наконец-то фильтр стоит на более-менее прямой поверхности. Сейчас пойду первый раз проверю масло, а также установлю воздушный фильтр. И, кстати, воздушный фильтр, мне кажется, всегда выгодно ставить, потому что расход все равно снижается, когда новый ставишь воздушный фильтр. И даже за вот эти 5 с чем-то тысяч километров, да, отобьется с лихвой вот эти 172 рубля, даже, мне кажется, больше сэкономится. Ну, масло на максимуме, я думаю, оно так на максимуме и будет всю дорогу. Кстати, нужно не замерзайки налить. Короче, у нас сейчас техобслуживание полное идет. Система тут, наверное, перемерзшая, конечно, но надеюсь, потому что не замерзайка, по крайней мере, где-то в районе Байкала уже точно понадобится. Все, долил до полного, влазит 2,3 литра здесь. Кстати, не сильно-то он и грязный здесь. Такой розоватого цвета, вот такой вот красавчик. Это я, король перегонов, сегодня у нас начинается один из великих перегонов, это серебряная пуля, которая полетит в Сибирь из Дальнего Востока. Первой точкой у меня является магазин светофор, в котором можно недорого, выгодно закупиться в дорогу печенюшками всякими там орешечками, ну а кушать нормально, мы уже будем в пути. Погнали! Так, заехали на шиномонтаж подкачать до басика. Кажется, спущен я, спущен я, вот так вроде два очка было, но я чуть-чуть побольше сделаю. Вот первая проблема, 30 км отъехали только, уже защита наша отрывается. Сейчас уссурист придется заезжать через город, проехать. Это уссуристский ГУМ, встречаюсь здесь с полицией, с грозным вопросом, куда идешь, какой магазин. Я ходил за скотчем, где-то вот здесь попадает, да, вот здесь попадает воздух, а, и вот здесь тоже. Все вроде под это подправил, надеюсь гулять больше не будет. Главное, кто вот здесь в воздух не попадал. А тем временем заезжаем мы в Сибирцево. По расходу получается 13,5 примерно показывает, температуру врет минут 7, потому что все у нас упутано. Ну, 13,5, не знаю, нормально, наверное, Кейкар, если ест, чуть-чуть больше, чуть-чуть меньше, точнее. Погодка хорошая, 590 до Хабаровска. Пора бы уже заправочку искать, но вот такие очереди нас, наверное, не будут интересовать. Нифига себе, какой самолет, да так низко еще. Да, блин, блин. У нас по Новосибу, это, летают эти, завод Чкаловский же у нас там, и это, летают истребители, прям шумно. А тут даже шума нет, это не очень. Женя, мы остановили. А, мы тебя то снимаем. Километровая очередь везде на заправках. Спаск дальний. Тут еще на выбор, ням-ням, чебуречная или кусочная фортуна. Обеда 284. Проверим комплексный обед за 284 рубля. Колеса все-таки, кажется, попадуты. Может, потому что шина шире диска намного. Вроде все одинаково везде. Ага, приятный аппетитер. Вот, комплексный обед. Заценим сейчас. Эх, хорошо. Всего-то 5000 километров еще ехать. Какие-то мелочи просто жизни. Ё-моё, тут колеса уже уложились по-другому совсем. В принципе, так даже намного и лучше будет. Здесь хоть небольшая очередь, не 8 машин. Все целые. За колесами надо глаз-до глаз. В Кировском решили заехать, купить водички. А магазинчик-то шикарный здесь. Погода пока хорошая, снега нет. Инспектора местами стоят, местами даже ловят. Ну, это неплохо. Это просто, знаете, что до Хабаровска здесь так достаточно строго. Обгончики, черточки, полосочки, значки. Все соблюдаем. Серебряная пуля, она просто, ну, не знаю, хорошо себя показывает. Идет туговато. Но накат хороший, кстати. Хочу отметить, что накат у нее хороший. Газ отпускаешь, и она покатилась. То есть, перед населенными пунктами надо оттормаживаться. Эндбокс у меня сам вот так вот тормозит. Вот взял яблочек, молочной продукции и водички. Только, говорю, нет снега, и пошел легкий снег. Ё-моё. Получается, на баке проехал 470 км. Доехали до Знаменки, значит, подметает так, ну, не сильно, конечно, но режим Звездные войны уже включается при дальнем свете. Ну, и за фурами так подметает неприятненько. Лучше мороз, чем снегопад. Ну, вообще, хорошо там, где нас нет. Горячий шоколад себе запарил. Плюс конфетками вот такими перекусить. Дороги, как говорится, всегда приветствуются. Реально красиво, смотрю, как масштабно прям. Вообще офигенно. Три трубы, и они в одну потом соединяются. Просто царство дыма. По бензу первого деления хватает на 150 км примерно. Ехать приходится примерно вот так. То есть останавливаемся, я раздетый, разжутый. Вот здесь у меня вот так стоят обудки. Не побоюсь этого слова, обудки. Тапочки вот так снимаем туда, на место обудок. Обудки, блин. У тебя подсветка номера, она. Смотри. Прямо как это, задний ход как будто. Какие-то учения проходят, наверное, да? Да, да, да. Растерные пули. То есть вот так, да, можно было, да? Какой здесь населенный пункт? Ручей быстрый. Жесть, вообще за ним метет, перед ним вообще чистенько. Какая-то аэродинамика особенная, вообще ничего не видно было. Тут реально уже режим свежей Вовины. На ближнем свете даже, не только на дальнем. Вау, жесть. У него габаритных даже не видно побудных машин. Не повезло, не повезло от погодки под Хабаровском. Марка, хорошо видно габариты. Сейчас, если его получится обогнать эту фуру, надо уже 80 ехать, чтобы их не догонять. Ну реально, как слепой котенок здесь. О, красотища какая, новогодняя, зимняя сказка реально. Село Форб. А, это Марк Клуб, нифигасе, Лаурель Клуб. Такие вон и вон тоже. Везде они стоят. По всем обученным на развязке. А, они боком гоняют. По этим развязкам погода соответствует. Зимняя сказка. Наконец-то перед Хабаровском снег кончился. Началась хорошая погода. Все красиво. Все равно один с половиной часов, как ни крути, ехать не получилось быстрее. Автовоз, вон что везут. Гружевичок, Филдер старый. Митсубиси, Кейкан. Все подряд. Платную дорогу вот сделали, новую обижную, Хабаровска. А вот будка, единственный, кто ее южит, охранник. Нас не пускают пока что. Не время. О, нифигасе, автовоз какой. Е-мое. Интересно сделано. Вот так вот просто из платформы сделали автовоз. Интересная такая система. А вот наша серебряная пуля. Вот смотрите, ситуация. Далил до горла. Если покачать машину, еще можно? Выливается. Вроде не уходит особо. Да, усталость она все равно дает о себе знать. Хоть вроде и на позитиве. Время ко сну. Тут, конечно, не так, как в Кейкаре удобно раскладывается. Точнее, вообще неудобно. Не знаю, что из этого получится сейчас. Матрас. Так, ну что, матрас у меня ждулся, пока я спал. Надувал. Все равно надувается. Все. Минус матрас получается. На улице минус 27. Машина уже не врет. Показывает минус 25. Вот. Спать в Кейкаре удобнее намного. Здесь вообще жесть. Здесь и матрас сразу же дулся. Видимо, чем-то проткнулся твердой частью какой-то. Колеса хорошо не падали. Ну, блин, голова болит уже от сотрясения, от тряски. В поезде трясся, в машине тоже трясется постоянно. Ну, давай позавтракаем. Ну, давай позавтракаем. Шовое все-таки положение удобное. Даже и на снятом матрасе. Все равно шумоизоляция моторного отсека или хватает, да? Да. Да, водоодзилка. Да, водоодзилка. Мелье? Ну, это самое дешевое мелье. Если именно водо выбрать, такой рестайлер. Ну, да, это хорошее. Если ты собрался ехать отдыхать, конечно, самое то, ты отдых отобьешь, если продашь ее потом. Ну, или там себе оставишь хорошую машину. Так, стекла у нас уже подмерзают. Вот здесь, чтобы не дуло, пришлось рюкзак подкинуть. Так, прохладно. Отдувает. Валеночки меня в очередной раз спасают. Вот такие пуховые. Точнее, мои ноги они спасают. Скотч маленько подобрывается. Да, рассвет! В горах, в сопках. Вообще офигенно. Эй-эй-эй! Красноярск пошел. Да, летом вот такие поворотики. Я любил заезжать и туда вглубь уезжать. И там где-то сухарится. Помните, да, наверное? А сейчас все. Вон бруссер какой. На стоянке столько спать. Дятел, дятел. Дятел сидит. И постукивает себе. Я вообще в шоке. На улице 30-ка, а тут дятел постукивает. Ну, главное, чтобы снегопадов не было. Остальное прорвемся вообще. Снег вчера вообще подосат, можно сказать так. Вот это не гнездо, говорят, да, а эти какие-то кустарники, паразиты. А то я удивлялся, думал, это гнездо. Куча-куча, смотри, видишь? Оказывается, на Дальнем Востоке какие-то кустарники, паразиты есть. И вот это они. Со всех сторон. Вон они там, там, там. На солнце батареек с угроба лежат. Это зима, блин. Амур. О, хороший знак, много дальнобойщиков. А, дом у дороги, да, бывало и здесь. В мороженую погоду всегда все тачки заведенные. Этот звук вообще ни с чем не сравним, как стоянка грозовиков. Зима. Филя. Филя выглядит бодро. Вот, смотрите, здесь надпись, вот специальная. Написано, нужно подписаться на канал, ставить лайк и колокольчик не забыть. Так что вы знаете, что делать. Новогодние символы всякие. Артем. Вот даже какие-то нерусские деньги. Сум. Сумы. Это с Монголии, наверное. Набережные Челны. Чита. Благовещенск. Обучие. В общем, если эти деньги собрать, можно нормальный такой обед оплатить. О, даже пятитысячная есть. Ничего себе. А, не является платежным средством. Романеи. Такие-то леи. Цинцы. Цинцы. Леи. Вот так у нас все это едет. Конечно, да. В Кейкаре поудобнее в этом плане. Обжор прайса в кафешке. Супчики по 109. Пельмени 129. Шурпа 300. Второе. Мясо 164. 170. Котлеты 111. Окорочок 99. Плов 154. Яичница 76. Гарнир 60. Пюрешка 64. По салатам что здесь? Оливье 96. Морковка 90. Для Савичок 101. Ну, вот такие в общем цены. Конечно, цены растут. Ну, чай еще по-божески 24. 24, 29, 39. Такие цены. Сметана 85. Такой супчик с маслом и с рисом. Это постоянно отмачивает там. Вообще. То есть ветер отрезает там что-то сверху. Да, да. Стараюсь мыть голову каждый день. Потому что если я ее не помою каждый день, будет хреново. Ну вот, сэкономил 150 рублей на душу и время. Потому что душ принимать все равно намного дольше. Но каждый день вот этот ритуал проводить, целый час там тратить. Это, мне кажется, лишнее. Вносим свой вклад куда-нибудь. Все, ребята, сейчас весточка от меня здесь осталась. Так что заезжайте. Кипяточек всегда пригодится по трассе. В чем суп вытекает нагруза? Ну все, можно жить дальше. Ну, не знаю, 109 рублей за кашу, конечно, дороговато. За суп еще, как готовится суп, да, даже самый простой, там, пережарки, все эти овощи, то есть все. И как готовится каша, просто риса кинул, да, с молочком, водой разбавил и вперед. Но порция большая, вот честно сказать, порцию еле, я еле съедаю, я быстро наедаюсь. Я еле съедаю порцию. Ну, все равно рекомендую данное заведение, как бы. Нету, лучше нету. Смотрим щуп, ну, никаких сомнений у меня, конечно, нет, что там полный щуп будет. Но все равно надо для порядка. Полный, вообще максимум. Так, 49,09 пока. Пока нормально. Архара, в Архаре заправочка. Все, ваше ячейки, не забывайте подавать карту. Счастливого пути. Спасибо большое. Теперь я счастливый обладатель карты ННТ. Нигде не было в наличии, только вот здесь. За трассой здесь ухаживают. И экскаваторами с обочины отгребают. Вон, даже за отбойниками отгребают. Вчера же, под Хабаровском, два Камаза на обочине стояло. За всю метель, никого не было. Тут сегодня вон стараются. Ну, тоже, видимо, снегопады были. На деревьях там много снега. Вот они разгребают все. Я сам в себе и небо, и луна, Полая, довольная луна, Долгая дорога, да и твой, не моя. Со мною зажигали города, Глупые, чужие города. Там меня любили, только это не я. Инспектора, он в валенках ходит. Суровые места здесь. Водичка, это очень важно. Дороги и вообще для человека. Что, китайское радио-то будем сегодня ловить? Здесь же Благовещенск. Он не был в Благовещенске? Был. Такая вот обстановка на трассе. Мы встали здесь, как гаишники. Хабаровск 650, чита 1500. И смотрите, вся поверхность, да, Она истоптана птичками. То есть вот они, следы повсюду. Живность тут есть. Рябчики тусуются вдоль трассы. Едешь, там справа что-то клюет, Слева там бежит один. За ним горят штраф какой-то, да, дают, Если вот так собьешь ненароком. Слова, что-то какая-то движуха, Все остановились. Перекрыли дорогу, вон, гаишники стоят. А, мы думали, что очередь в заправке. Да-да. Что все жуки проезжают, блин? Местный 28-й регион. Ладно, подожди, сейчас. Вон, народ все обсуждают, Что случилось, почему перекрыли. Евгений тоже вон пошел спросить, узнать. Что, поедем, да? Да, поехали. Кому-нибудь вытаскивали, может? 48-20 рекламирует бензина. На заправке сколько? 49-09. Так, что тут случилось? Ничего. Что-то пацаны стоят на тачке, еще что-то. Гаишники. Все, разъехались. Так было хорошо всех обогнать сейчас сразу за раз. Не, ну, трассу это точно любят. Тут дорожники, даже ничего не происходит. Трассу это... Трассы любят эти. И КамАЗ ездит, чистит, и люди ходят, убирают. Офигенно вообще. Всегда бы так. Минус 17 показывает за бортом. 444 километра прошел я на баке. По расходу, значит, такие наблюдения. Вчера в метель, в Пужгу вынужден был ехать 80 километров в час. Расход близится к 6 литрам. Там 6 с копеечками совсем. В режиме там 100 километров в час, где-то 7 с чем-то там. Ну, 7 с половиной, грубо говоря, да. Сейчас вот едем 110 стабильно. 12,8 километров на литре показывает. Это у нас получается 7,8 литра на 100 километров. Ну, уже близится к 8. То есть расход гуляет. И вангую, что переднеприводный. Хочется, кстати, этой машине убрать задний привод. Хочется, потому что, ну, туговато, во-первых, полторашка едет. Ну, чувствуется, что она будет ездить гораздо меньше. И вангую, что переднеприводный филдер с неторопливой ездой, как на кейкаре. Допустим, я ездил, ест так же, как кейкар. Вот. Но не... Машина длиннее больше, но она не факт, что она удобнее. Вот, как видите, да, со спаньем у меня вышла вообще эпик фейл. Вообще неудобно встать, спать. По сравнению с кейкарами Honda Inwagen, Honda Inbox, Nissan Days Rooks. Вообще, здесь вообще просто какие-то адские условия были. Что-то очередь, стоим. Это замерзла очередь. Кстати, действия у нас происходят, разворачиваются возле кафе Хуторок. Если помните прошлый перегон, я здесь второй раз уже ночевал. А сейчас буквально вот 3 часа дня еще. То есть намного быстрее. И, ну, во-первых, скорость выше. Только единственное, вот перед Хабаровском 4 часа жесть вообще была такая пурга. За фурой нормально ехать можно, за фурой вообще ничего не видно. Просто вообще видимость 1 метр. Совпало направление ветра, что не сдувало пургу эту в сторону. Деревья кончались вдоль трассы. Нормально можно ехать. Вон, ребята, смотрите, качают машину, чтобы больше влезло. Потому что скоро-скоро начнутся дорогие заправки. Скоро здесь будет же... Сейчас я тоже так же качать буду Филюсу его. Сумари, вон, ребята, нагрузили. Все путеше... Мы все путешественники, да? Вся наша жизнь игра. А мы не лишь актеры. Пролил, короче, бензин я. Ну-ка, может реально пошатать еще? Ну, хотя ладно. Буквально на 20 рублей не влезло. Скидываем пробег, скидываем расход. Солнце так низко-низко. Вроде едем на запад, да, оно где-то чуть ли не сзади. Защита у нас, что, хорошо себя ведет после доработки. Скотч я немного добавил, и все нормально. Как вы, наверное, обратили внимание, еду я не один. Это вот Евгений. Там с Евгением по пути. Так вот сложилось удачно для нас обоих. Евгений гоняет тачки во Владивосток. На Дальний Восток. А я отсюда. Только машину во Владик пригнал в грузовую. И сразу со мной назад. Знали бы, я бы с ним на грузовике туда уехал. Чтоб на поезде не стрястись 4,5 дня. Так что повезло мне с попутчиком. Водитель профессионал. Трассу лучше меня знает. Мне рассказывает здесь, где какие кафешки, где какие отели. Я потихоньку намотаю на ус. 110 шагаем. Нормально вообще. С опережением моего графика уже в полтора раза, наверное. Вот такие стояночки у нас. Продолжают место быть. Эстакада даже рабочая. Видите, на нее кто-то заезжает. То есть здесь вот так все сделано с арматурочкой. Все проложено. Вон он, Филя наш стоит. М и Жо. Все присутствует. Нормально. Все чистят. Все для людей. Только люди вот некоторые, видите, как делают. Консервы, хоп. И сюда газ, хоп. Сюда Филя, как джип вообще. Клиренс у него. Почти как у паркетника. Также можно как стадион использовать эту площадку. Все тихо, спокойно. Каждый перегон. Вот четвертый раз еду. Вообще все по-разному. Все зависит от погоды. Как матушка природа распорядится, так и будем ехать. Потому что вчера перед Хабаровском жестяк была вообще и скорость 8-70. И ничего не видно, и устаешь. Сейчас же, пожалуйста, вот видимо с 10 километров можно топить сколько угодно. Так что будем держать кулачки, чтобы все так же и продолжалось. Что случилось? А, бензин кончился, да? Понятно. Ну сейчас посмотрим, знаете где заправка? 50 километров. Сейчас я гляну по компьютеру. Что 32 километра, да? Сейчас место освободим. На Якутию? 4. Всего 4 тысячи и дома. Уже почти переехали. Мы шли с маршрута. А у вас второй лобовик стоит? Ага, стоит. Уже поставили, да? Стоит, ага. Лобовик поставили, картонку, радиатор. Утеплились? Да. Ну а как вообще машина там в такую температуру нормальная? Ну полностью утепляем там. Снизу брезент, броню. А, да? А по кругу две стекла. Ну это пленка. Ага. Лобовое. Морду тоже закрываем. Все утепляет. Да. А там связь есть с этим человеком, который сидит? А, есть. Если что, можно, да, будет связаться. Ага. Я сам на фуре работаю. Ну как мы по Сибири, это ладно. Ну у нас тоже было 47. Вот такая температура. У вас-то она постоянная. А сейчас еще пока тепло. Сейчас в феврале марки еще ветер поднимется. А, это самые такие, да? А-а. А давно стоите? Нет, вот минут пять. То есть школа с минус 48 не работает, да? Ага. Ну старший, а младший с 45. 45 градусов молодежь дома сидит, да? А-а. Ну, интересно, что 45 младшей не идут, да? Адесат работает. Адесат работает? Адесат работает. Ничего себе. Адесат со скольки закрывается? С 50. С 50, да. Ну, в общем, в этом районе 45-50, да, уже экстрим. Вы там машину покупали, да? А-а. А вдруг же? А без пробеговую еще не стали покупать? Они и такие дешевле во Владике, да? Ага. Ну, это у нас цена-то выше. Выше, да? Ну, вот эту за 250 взяли. И он, ну, сейчас приедет за 400 выставок. Так, что это? Давайте как сделаем? Там же нельзя выйти нагревать в пластиковый. А почему, да? На минуту объясняю. Ну, я баком подъеду, и все. Ну, и все. Сколько там? 10 литров закажете? И все. Ну, просто может это, если увидит, может начаться проблему, ну, да, закуситься. Да, нормально пойдет, все будет. Ох, кстати, это проверка, да? Здесь вытро закажал? А? Здесь вытро закажал? Ага. Проверка, это, стопор. Ага. Я не термираю уже, не надо. Расставь, стопь, расставь вот это. Расставь. Стопор разорвется, сейчас здесь, здесь будет стопор. Все, проверка прошла успешно. Сейчас поймаем тебя, назад его. Ага. Назад машину. Также на дорогу встанем. Ага. Сейчас будет проверка, как быстро кто-нибудь остановится. может, на свет пойти? А, и мы его тут стопаем, да? Да, да, да. И мы его здесь стопаем, запрашиваем, потому что здесь, ну, здесь явно не остановится, уже бортура. А там, ну, на те точно. А можно здесь помахать, да и все. Тут как всегда неудобно стоять, ловить, потому что там узко, очень, нету обочины. А здесь, здесь, получается, сюда надо налево сворачивать. Не, ребят, что, пойдемте, правда, на свет туда встанем, чтобы видно было, хотя бы, кто стоит. Темноте, мне кажется, это что? Да ну, тут ларика хоть моргает. А так-то трое стоят какие-то. Я на них, нет, я машину подгоню, да. Так, третья попытка. Ты взять, стой. Практически первая машина остановилась. Мы-то, вот, мы-то едем, что-то на Сибирске было. 30 километров, ребята, стоят, бензин у них кончил, но мы сюда довезли. А где, Да, 30 километров туда. Да, что? Да. Я думал, у нас где-то подъедет, а у нас где-то за право. Спасибо. На свет пойдем? Где вы не хотите? Пойдем на свет. Будем разыграть краем, стоят в охоту. Как тигане, да? Которые продают эти кольца, или что? Попробуй один поголосовать. А мы-то так. четки что ли, а? Я говорю, бляд, для них тепло. Он говорит, мне тепло. Набойщики, наверное, не будут, да, парят? Потому что им как крутануться, здесь сложно. Того же, пустые вон идут. там и остановиться, и везде. Да, лучше, конечно, легковая, чтобы была. Смотри, если замерзнешь, садись. Реально, в кепке нормально? И ты во Владике в кепке ходил? Да. Блин, прикольно. Я тоже так хочу. А я в эту шапку одену. Давай. На заднем сиденье там. В лодке, в лодке? Да, он в кушках. Он толстый. А футболки? Ё-моё. Мне уже от этого вида холодно. Я говорю, организм, да, блин, человек такой, он привыкает к всему. Вот реально, ну, пожить тоже, не знаю, плетать. За годы три можно привыкнуть уже к морозам. Ну, это, наверное, смотришь молоду. Вот так в 35-40 лет переедешь. Ну, тяжело будет, но организм... Даже на юга переезжаю, тяжело. Ну, а там просто жара, постоянная духота, вот это, да, там, тяжело. Моя там, вот давай Краснодар, давай Краснодар. Говорю, ты понимаешь, какая температура? Там 40 лет. Постоянно, постоянно, блин, вот эта вот жара. На такси? В Якутии на такси приехали. А сколько такси стоит? 7 тысяч. 7 тысяч? Ну ладно. Недорого. 1600 километров, да? Да, почему? Осталось. Осталось? Вадика, 3. А, 7 тысяч рублей. Ага. А что так дешево? А обратно он пустой едет? Нет. Тоже тут собирает. А, собирает. А так вон на частном приехали. Ну это типа Блоблокара, да? Да? Блоблокар, да? Нет. Переложение. Частное. Это от такси где-то 8-9. Да, но все равно дешево. Все равно дешево. По этому, по индрайверу. А, ну типа Блоблокары, драйвер. Да, драйвер такой, ну. Тоже пасан один. На сводей. Что-то вообще редко машину-то ездит. Оттуда вообще нет, оттуда вроде бы... Может это встанем, туда морда, сядем машину, будем убегать. Они все куда-то разъезжаются. Они, видно, едут потом направо, налево, вот прям перед этим местом. Это не кто-то плохой. Че, поехали? Садись. Все, давай, удачи. Пока. Достаточно. Поехали. Ну вот видите, какие зимние приключения, блин. Не это, нормально, остановился на самосвале. Сначала тоже подумал, как я покумекал. Вот он, поворотик на Якутию. Как говорят, ну там после поворота дорога совершенно другая уже. Покрытие другое. Уже ехать гораздо интереснее. И по температуре, и по полотну дорожному. где мы будем чилить. Эх, трасса, трасса. Так, ну че, тут аншлаг нет? Да нет, в принципе. В иных населенных пунктах по большей очереди. По 8, там по 10 машин. Здесь нормально. На полном приводе заезжаем. Я уже вступил в секту ННК. А че здесь, почему так? Там протянул шланг, а здесь свободно. И работает что-то? Все, а че, в чем прикол? Вот так шланг делает. Хайджет, он неутепленный едет, и ничего, нормально. Как у него интересно. А мне кажется, если у него турбовый, то и нормально. От этой заправки, дешевой, да, последней, ННКшной, до Роснефти, тоже с нормальными ценами, 620 километров. Вот так уж. Тут запаса хода, к сожалению, не хватит. Где-то на 150 км надо будет заправиться еще. На какой-нибудь заправке. Нефтемаркеты, или какие там они. Погода сейчас на улице такая, что вот минус 28. Просто выходишь на 5 минут, пока бензин заливается, ты уже все хочешь, там, не знаю, испариться оттуда. Потому что, ну, не знаю, я, по крайней мере, парень вон с Якутии в кепке стоял. Я очень люблю тепло, когда тепло мягко. Это просто такой стресс для организма. Укутанная морда вот машины минус 19 показывает. То есть, в районе 10 градусов пока расхождение. Бывает 5-10 градусов вот так вот это. Так и есть. Вот. Но на улицу вообще неохота выходить. Но это лучше, чем снегопад. Это мы переживем, я думаю. Солярка 71.30. А кто же в этом кафе? А, вон она. Я не думаю, что здесь кафе ценник демократичный. Ну и сейчас стакан воды, булку, хлеба закажем. Да, да. Хлорированный. Вон какие-то юрты у них здесь. А где тут сама кафешка? Да, вон фура стоит, закрывая ее. Остановились в кафешке, подорожник в районе, не знаю, перед Амазаром где-то. Тут елочка, все дела, наряженная. Туалет типа сортир на улице, вон. Со светом включено. Пойду сейчас кипяток опять клянчить. Здравствуйте. Такой вот здесь умывальничек душевный, с холодной водой, что ли. Ой, ну и рожа у тебя шарапов, блин. Ценники тут вообще космические. Просто самое дешевое выбрал. Долго выбирал. Я еще живу в мире, где салатик можно за 40 рублей выбрать. Супчик за 50. Пюрешка с котлеткой за 100. Так, вот так вот мы трапезничаем, гороховый супчик. Ну, порция хорошая прям. Полулитровая, да, прям тарелка? Блин, чушь. С куском мяса, все как положено. Мешное население с 20 часов не обслуживается. Хорошо, что мы не местные. Сейчас бы выгнали на мороз. Как тебе зовут? А? Влада. Влада? Это как Марину Владе, да, звали? Да. Это кусок, да? Так же? Турец, да? Вот, салатик вот этот вот. Что, суп сотка нормальный? Пельмени 155. Жене не понравились. Вообще фиговые пельмени. Кипяточку дали. В туалет сейчас бежать. Да, лобовик постепенно затягивать начало. Сейчас вот едем. Реально, одна машина встречная попадается, ну, не знаю, в 20 минут, наверное, очень редко. Здесь самые глухие места, вот. Где-то 500 до 4 осталось. Это уже чуть-чуть подрубать просто начало. Теплый туалет и теплая вода горячая. Это просто супер. В холодной поездке, в холодном перегоне. Когда хочется просто уже в теплый бассейн кладуться. Люди вон картонки мастырят. На скорую руку. Ну что, ребята, сегодня моя миссия выполнена. Сейчас я пойду попробую поспать, улечься. Проехали просто с опережением графика, с огромным. Сейчас уже помедленнее поехал. Уже не 110, уже где-то 90-100. Потому что и дорожка похуже. Уже где-то масло у кого-то давит. Давливает. Это вообще страшное дело. Ну, все, в принципе, спокойно, чем все. Откинь, а потом дуга, иду сидушку. Все, спасибо. Всем доброе утро. Доехали до 4. Стоим вот возле какой-то кафешки. Конечно, спать на ходу, это вот такое себе своеобразное занятие. Когда едет машина, тут начинает резко оттормаживаться, думает, сейчас что будет, сейчас бам, в яму или что-то случится. А там такие волны такие, нарочки такие, жик, жик. Частенько были. Вот. А так, так нормально, чуть-чуть. Конечно, я плохо себя чувствую уже. Горло, что ли, или что? Доброе утро. Доброе утро. Что, кафешка работает? А? Работает кафешка? Мы заехали. А, это же Чита уже, да? Сейчас уже близко, да? Ой, блин, холодно там. О, мое. Прячусь. Вон она, гостиница Амур. В багажнике более-менее так это, я освоился. Сверху вот спальник еще пуховиком накрывал. Даже жарко, вот сейчас жарко как-то и... Как-то не знаю. Конечно, это ненормальный сон. Конечно, скучаешь по отелю. Но в такие морозы 35-37 тачку сейчас кинешь. 38 даже. Тачку кинешь возле отеля. И что, она заведется, не заведется после... Вот там 7 часов поспишь, пока в душ сходишь, туда-сюда. Неизвестно никому вообще. За водилки играть или что делать. Ни проводов ни хрена нет. Поэтому тачку глушить, блин, опасно в такие морозы. Это зимний перегон, ребята. Это экстрим. Но сейчас я все буду вставать уже. Смотрите, вот жирненькая резина какая 2020 года, летняя. Просто вообще топ жир. Это бонусом мне будет к этой машине. Ну что, ты как? Нормально? Не останавливались мы? Останавливались. А, ну да, на чуть-чуть, да? Не, ну правильно, ты знаешь, конечно, когда надо остановиться. Ну что? Когда начинаешь, плевать, остановился, бац, 30 минут как бы все. И бодрячок. Что-то темно, так уже 9 утра, да, здесь? Да. Что такое, такое темень, как мночка? Ну, 9 утра. Сейчас же завтракать будем, да? Ну, там такой завтрак, что, наверное, это уже и обед, и ужин будет. А, да? Ну. Люблю я на хороших заправках, в туалетах зимой. Вода прям горячей печет. На улице минус 35 ощущается, минус 80 вот сейчас. Просто бегом пока добегаешь до машины, уже замерзаешь. Или я просто уже заболеваю, не знаю, вот почувствительный сын, вообще жесть. Сейчас ждем, пока откроется самая лучшая кафешка в мире, по словам Евгения. Но я ему доверяю полностью. И проводим это время с пользой. Ведь мы, перегонщики, должны выглядеть и чувствовать себя безупречно на всем протяжении дороги, где бы ни находились в любом уголке страны или даже мира. И, блин, собаки на морозе все это время. О, мое, блин. Что, угрыли тебя, да? На улице 35-ка давит. Вот регистратор, пожалуйста. Пленочка еще на экране. У него, ну-ка, это питание. А, это USB такое под углом. Хитрое, да? А с этой стороны тоже. А с этой стороны просто, наверное, крепление у него. Все вот так вот на гибкой основе, на такой. Микрофон вот, правда, выключен, видно. Тут надо покопаться еще в настройках. О, ну вот это я не ожидал, конечно, увидеть иероглифы. Интересно, его дорого продать можно? Барыга, спекулянт. Вон рассвет за сопками. Красиво, красиво. Джабайкалье. Что тут порекомендуешь? Работаю, я иду. Здравствуйте. Здравствуйте. А у вас уже все приготовили, да? У нас еще даже поваров нет. Мы с 10 работаем. А, мы с 4? У поваров еще минут 15-20 не будет. А, это они в 10 только начинают готовить, да? Да. Это все будет готовиться. Блин, ну, я не знаю. Уже дождались. С 8 утра, наверное, немножко рождем. А сколько они будут готовить? Ну, 25. Кушу с мясом. Вареньки. Здесь литзон полкилограмма. 300 рублей. Друзья, 170. Ужин кочевника, 950. Вон рис есть. А, есть там? Да. О, салуся. Ну, с гарнирчиком. Там вот рис продадывается. По такому случаю масляцо проверить можно. Короче, кафешка зачет. Люди хорошие работают, улыбаются. Это приятно. Когда в дальней дороге ты едешь, на тебя смотрят, как на врага народа. Там, в этих кафешках, на заправках. Это же не очень, да? А когда руки шукят, улыбаются, это так же, как вот, максимальный уровень по щукам. Это очень круто. Чуть постояла машина, да, полчаса. Синяя лампочка уже. Синяя. Что, остыла? Вот на этом самом месте, на этой развязке сейчас дорога Амур закончилась. Судя по карте. Вот тут развязочку новую строят. И началась дорога Байкал. Турир Ви клуб катается здесь. Спокойно, тихо, никого нет. Трафика мало. Вот тут еще одна Роснефть есть. Потом вот чуть меньше 500 километров до следующей. Так что рекомендую либо на этой, либо на прошлой заправляться. Замерзшая. Ну, катается. Да, группа автомобилистов собралась. Ну, вроде не в заносе они, они дрифтуют. Конусы вон расставили. Катаются. Вот чем занимаются в Чите в минус 35 автомобилисты. Как бы погонять, где покататься. Вовремя надо успевать тормозить. Часточек неприятненький. Тоже будет чем летом заняться. Офигеть, он несется, ема не. Что, еще я загружу? Жесть. Зовет меня дорога, зовет глупую ночь от милого порога. Зовет куда-то прочь, за дали, за равнию, за горы, за поля. Житейскую людьми петляет кольяк. Дорога, 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 не шепчет протяга, держись. Дорога, дорога, с коротким названием жизнь. Ну вот, двое суток назад мы выехали из Дальнего Востока, а сейчас уже едем по Бурятии. Евгений вчера на секундочку усомнился в целесообразности нашей поездки, мол, на поезде лучше было бы, но потом понял, что это очень крутое путешествие. Даже какие-то панические атаки были. Я не знаю, что это такое. А почему шепотом? Спит. Спит? Получилось в итоге прошагать 500 километров, чуть больше, на одном баке. Ну, и скорость держал 90-100. И все, вот, залог успеха. Сразу начинает меньше, намного есть. Такая вот кафешка, гостиница, туалет. Аптека даже есть. Вот, вероятно, нефть. Вот тоже Филю, Филю отделали всего. Вот на этих львах, значит, туалет 25, душ 200, стирка тоже 200. Эх, деревня в Бурятии. И солнышко жизнерадочное, прям глаза, блин, светит. Вчера вот вечером солнце, как-то где-то сбоку было, там вот в районе юга. И так низко-низко. О, конкурирующие ребята поехали. Белого Филю. Вон, везут тачки на платформах, на чем им только можно везут. Блин, в Бурятии уже инспектора дежурят. Все, глухие места кончились, надо ушко в остро держать. Это у нас Куйтуйка. Река Куйтунка. Вот тут деревенский пейзаж такой. Сегодня суббота, все вон бани топят. Реально, вон из бани дым валит. До Иркутска, 414. А это все еще Бурятия. Вот они, сопки вокруг. Сейчас пойдем позы, позы, бузы тестировать. Дегустировать, точно. Редактор субботитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субботитров А.Семкин Корректор А.Егорова Короче, вчера в Байкальске так начало рубить перед ним. Заправил тачку до полного, отрубился. Заходил там в кафешку, да, вдруг почистить. Я весь аж бледный был. Короче, такая херня, что спишь, когда ногами в багажнике в филдере. Даже с учетом того, что двое носков, пуховые валеночки, пуховой спальник. Рюкзак проложен между дверью и ногами. Все равно ноги в холоде находятся. Я, короче, заболел. Сейчас вот находимся в городе Тулун. Вон, видите, Тулун телеком здесь рулит. Не могу аптеку найти. В 8 утра вроде есть, открытый по интернету показывает. А так нету. Всем Тулунчанам привет. Вот так вот на луне светло. Все те же пятиэтажки, как и везде. О, здесь вот работает. Ура, ура. Там вон какие-то ледяные фигуры с Новым Годом, наверное. Взял лекарство. Все-таки интересно стало, что это такое здесь. Это надпись с Новым Годом 2022. Красотища, хочу сказать. Вот так вот, в принципе, в Тулуне, уютненько. Ни пробок, ничего нету. До Новосиба ехать еще 1300. Вот такой красный рассвет, смотрите. За моей спиной. Конечно, в плане поспать, Филдера, это вообще ни о чем. Никому не рекомендую, ребят, зимой спать ногами в багажнике. Даже не то, что заведенная машина, машина на ходу была. Вот ехали мы. Это вообще не алё. Кейкар в этом отношении намного лучше. Спишь, ноги в тепле у тебя, ну, голова, соответственно, там, ближе к багажнику. Но даже летом, вот смотрите, там длины, вот я 180 сантиметров, да, средний рост, в принципе, длины там не хватает. А так, кейкарчик вообще милое дело. Во-первых, этот сразу матрас у меня где-то там проткнулся об что-то. Ну, я думаю, он улыбать не стоит. Опять же, рассвет радует. Сегодня вечером я уже должен приехать. Должен доехать до Новосиба, если все нормально будет по погоде. Потому что от погоды очень многое зависит. Каждый перегон, каждый перегон разный. Потому что как погода какая будет, такой у тебя будет перегон. Бывает на лайте, бывает что-то замерзнет, бывает снегопады, звездные войны. Надеюсь, сегодняшний день пройдет чики-пики, на чики-мбомбоне. Субтитры сделал DimaTorzok Оливая соляночка 100 рублей стоит. Кафе Паллада. С утра я в прошлый раз отсюда выезжал. Прямо рано-рано. И приехал к вечеру. Сегодня, конечно, уже почти полдень. Не знаю, как получится, но... Если что, покемарить придется только в ночь приехать. Приехали в Новосиб. Да, тут вот какая погода. Да, такая разница в температуре от минус 35 до плюс 5. Вот уже с капота, как видите, снята защита. Здесь вот пришлось отверстие сделать, потому что начал включаться вентилятор. Я говорю, с крайности в крайность. Сейчас нужно все это снять. И через мгновение подведем итоги. Скотч, кстати, отклеился с мороза практически без следов. По времени весь перегон из Владика, 5-700 километров, в 4 руки. У нас занял трое суток и где-то там 8-9 часов. Большое спасибо Жене за помощь в перегоне. Так спонтанно получилось. Как бы это, в принципе, и мне не надо было особо. Я на это не рассчитывал, не планировал. Человек вот сам предложил. Ну, как бы не то, что срочно, куда-то надо было. Там вроде на день рождения надо было успеть. Но ничего там супер срочного не было. Но опыт такой я получил. Если честно, по крайней мере в этой машине спать, либо сидя, вот даже последнюю ночь я сидя спал, было комфортнее, чем лежа в холодном багажнике ногами. Ну и вот эта тряска, короче, не знаю, не очень мне понравилась. По комфорту я уже в Красноярске выходил. Реально, даже, ну, там особо снимать перестал. Я в Красноярске выхожу, как будто, блин, на эту, на луну приземлился. Там, ну, просто в таком состоянии уже находишься. Это просто жесть. Ну, может, у меня, конечно, здоровья нет. Или я не знаю. Но я постараюсь больше перегоны такие в 4 руки как бы не практиковать. Потому что с чего я начинал? Что всех машин не перегонишь, всех не успеешь угнать, продать и так далее. Надо ехать, наслаждаться природой, наслаждаться вообще жизнью. По деньгам смотрим, потратили за 3 дня на топливо 16800, супермаркеты 1200, на кафешке где-то там 1200, вот так вот. Плюс там, ну, какие-то мелочи, может, я там забыл. В общем, основняк такой, что хочу сказать, что уже купил еще одну машину, уже следующая история скоро начнется. Очень необычную, очень крутую. У нее есть как и положительные стороны, очень положительные, так и там супер отрицательные стороны. Но, насколько я понимаю, такая в Сибири должна быть машина востребована. То есть, ликвидная машина на рынке, а это один из самых важных факторов для меня, потому что, если эти машины, которые я гоняю, на которых я путешествую, если я не буду их реализовывать вовремя, то я, соответственно, и путешествовать не буду. То есть, у меня сейчас пока еще стоит инбокс, у меня вот этот филдер, да, Туя купил, да. Но больше трех я точно покупать не буду, потому что что, их куда солить, что ли? Меня, блин, соседи, соседи выгонят нафиг из двора, так, или пены запенят мне глушаки. Так что не переключайтесь с канала, ребята. Все вот эти моменты в колокола бьем под этим видео. Скоро будет жаркий перегон на необычной машине. Как всегда, от короля перегонов, вашего покорного слуги. Ну, а вы, короли этого канала, напишите, пожалуйста, в комментариях. Больше часа вы посмотрели, вот реально, каждый, напишите, кто вот больше, кто посмотрел все, досмотрел до этого момента. Каждому вообще шалом кину, напишите, просто каждому респектану. Ну, это вообще от души попробовал. Посмотрю, как будет одним выпуском перегон смотреться. В плане статистики, да, ну, ничего не буду скрывать. Я блогер, да, я тоже все эти моменты отслеживаю. Для меня это важно. И плох тот солдат, который там не хочет быть генералом, да. И я миллионником, конечно, тоже хочу быть. Хотя бы о серебряной кнопке такие мечты у меня есть. Филдер я взял, ну, сразу скажу, как более такую ликвидную машину. Ну, и все равно я хочу, как бы, весь ассортимент, так сказать, попробовать машин. Филдера у меня еще не было. Полный привод, сейчас зима. Потом я еще хочу впоследствии взять и передний привод, и, может, гибрид там, не знаю, какой-нибудь. Посмотрим. Машинка реально честная, хорошая. Машинка в заводской краске. Вон, лобовик родной. Также, ребят, кому интересны тачки, пониже рынка, ну, естественно, пониже нашего сибирского рынка, я имею в виду перегон на заказ, кому машину надо, можете обращаться ко мне в инстаграм, на электронную почту, проверяя все сразу, отвечаю быстро. Попробую еще в таком формате поработать, потому что я говорю, солите эти тачки, вообще, блин, у меня одной достаточно детактной машины. И, как всегда, в конце я вам желаю огромной удачи, здоровья и пока! Субтитры сделал DimaTorzok